У нас таким образом сегодня не заявлено на матч два защитника. Это Денис Акудалиня был в первой игре в сегодняшнем матче в составе шведской сборной. Не заявлен Денисов и не заявлен Антипин, он не играл и с финнами. И Денис Паршин, 13-й нападающий, он заявлен, но выйдет ли сегодня на лёд, пока сказать слово же. Момент нарушения правил. Мы получаем числе преимущества, а удалён 15-й номер. Щёгрен. Вот такую игру против защитника локомотива Ярославского Егора Яковлева. Щёгрен на скамейке штукников. И у нас первая тройка, где Ковальчук, правда, играет на месте защитника. Да, и здесь защитник Чудинов. Хотя, прошу прощения, вы знаете, ой-ой-ой, 1-0. Я хотел сказать, что у нас первая пятёрка в неизменном сочетании, а счёт тем временем открыт. Ну что же, вот смотрите как. В матче с финнами в четверг первое удаление в команде Финляндии. На последней минуте, правда, это было первого периода. Привилегтировал к тому, что Медведев забросил шайбу. Ну а сейчас тоже первое удаление в составе соперника мы использовали. Какая-то достаточно курьёзная шайба. Интересно посмотреть. Она влетает от ноги шведского защитника. Ну тогда в первом матче всё было по-другому. Мощнейший щелчок Медведева. Но какая разница? Интересно, на счёт чей запишут эту шайбу. Ну, нам показывают крупным фланом. Там человек, который совершал бросок, да, я так понимаю. Вот нам сказали Вадима Шипачёва. Ну посмотрим. Посмотрим. В общем, в отличие от футбола, вот в таких случаях автоголы не фиксируются в хоккее. То есть, видимо, шайба будет записана на счёт хоккеиста, того хоккеиста нашей команды, который последним коснулся шайбы. Карпов, московский Динамо. Если мы в этом время в четверг рассказывали, в последний момент он был включён в состав сборной. Но вот двое против одного. И уже трое, и третий, но на третьего сыграли. Здесь, конечно, сложно было что-то ловить, и сложно было что-то ловить Барулину. Джимми Эриксон, центральный нападающий, питерский армеец, завершает эту атаку. Всё было разыграно как по нотам, и мы ещё раз говорим о очень хорошей сыгранности зреньев у шведов. Первая шведская тройка, классический розыгрыш. И Эриксон, его выводят на бросок, он поражает цель. Тут все нападающие поучаствовали в этой комбинации, и Умарк, и Мюллер. Джимми Эриксон должен вам сказать о том, что это чемпион мира 2013 года в составе сборной Швеции. Напомню, с 1986 по 2013 год на протяжении 27 лет хозяева чемпионата никак не могли выиграть турнир. И вот шведам это удалось в 2013 году, но правда тогда чемпионат в двух странах проводился. Ну, видимо, потому что мы очень ждали какого-то возвращения Мазякина, и аванс даже некий. Потому что сам с дорогу сказал, что он ждал гораздо большего. Ну вот смотрим, вот шанс. Ну, давай! Ну и всё сделал, уложил, но слишком далеко уже туда укатился, да, Зарипов? Петерсон. Рыль, но не добрался до шайбы, но тут партнер по доску. Торнберг! Сколько моментов, а? Хёрсли! Ой-ой-ой-ой-ой! Как нелепая шайба. Городская, городская шайба, да. Вот они шведы. 0-1 уступали, и за 9 минут 14 секунд второго периода уже они впереди. Хотя поздравления партнеров принимает Петерсон, а не Хёрсли. То есть, видимо, он коснулся шайбы после броска защитника. Ну-ка! Давайте посмотрим, напомним, что Петерсон играет за хоккейный клуб Сочи. Но, ну, ребят, вот видите, Ерёменко не то что таких ошибок не допускал. Ерёменко спасал в первом матче, но вот Парулин. Это вратарская шайба, ничего не поделаешь. Да. Так нет, ну что, это просто Петерсон бросал, да, Андрей? Да, он это сейчас бросал. Ну давайте послушаем. И 2.15 до конца второго периода. Мы проигрываем шведам со счётом 1-2. Трибуны оживились, потому что наши дали повод. Замак, Белова, Белов отдал партнёру Ковальчуку и Ковальчук на дайней штанге. Шипачёв и пас, ну, ой, великолепно, вот это да, вот это да, Илья Ковальчук. Всё было сделано просто классно. Ковальчук занял эту позицию на дайней штанге, оказался совершенно один. И как увидел, по-моему, Чудинов, да, сделал передачу. Вот это повторится. Чудинов не стал бросать и переправил, да, Чудинов переправил на дальнюю штангу. Великолепно, Максим Чудинов восстановился. Очень такой неприятный травм, травму лица, перелом лицевых костей. Вы его представляете, да. И вот вернулся в состав и какую передачу. И нашего капитана оставили одного, но тут разобрали всех остальных, а он очень ловко выскочил на эту позицию. Да, в данном случае играли при реализации численного большинства два и защитника номинальных. И в полном составе была тройка Ковальчук, Шипачёв, Клодников. Итак, Чудинов ассистент. И Вадим Шипачёв тоже записан в качестве ассистента. Вновь, за одним исключением, о котором мы уже говорили про год локаута, такого сильного состава на Кубке Первого канала. Шипачёв тем временем отсидел свой штраф. Вышел на площадку. Белов, Чудинов, Шипачёв. Идёт, отдаёт направо Плотникова. Плотников в зоне. Шипачёв на пятачке. Чуть занимает место там на дальней штанге Ковальчук. Сейчас сместился направо, на место защитника. И есть! Есть! Браво! Дереволепный щелчок. Илья Ковальчук выводит нашу команду вперёд. Браво, капитан! Человек, который умеет выстрелить, когда надо. Илья Ковальчук. Вот он. Браво, Илья. Мы знаем его историю. Разорвал отношения с НХЛ. Контракт с Нью-Джерси в июле 2013 года. Контракт на 4 года всё с тем же СКА. И такая важная шайба. Такой важный момент этого матча. Вы смотрите. Со всей силой от штанги, по-моему, да? Да. И штанга на этот раз помогла. Ну и отлично. Молодец Плотников там закрывал обзор абсолютно. Карлсону. И кого-то там наверху благодарит Илья Ковальчук. Ну вот мы говорили, что в первую встречу Илья, может быть, излишне нервничал. Не смог себя проявить в полной мере. А сегодня две шайбы и точный пас. И в зачёте Евротура у него уже 8 очков. 2 плюс 6. Наконец стал забрасывать Илья. А не только передачи раздавать. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Ну хорошо, всё закончилось. 3 секунды. Выиграет вбрасывание и надёжно. И на вбрасывании Шипачёв. Шипачёв проигрывает. Но! Не пошёл. Бросок поворотом. Нет, 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 нет. Не успевает. Всё. Всё. Финальная сирена. Это победа. Это победа. Сборная России выигрывает. У команды Швеции со счётом 3-2. Выходят в лидеры Кубка Первого Канала. Единоличный лидер Кубка Первого Канала. Наша сборная. И в общем зачёте Еврохоккей Тура мы догоняем шведов. У нас по 10 очков. Завтра в 2 часа по московскому времени прямая трансляция. Мы играем с чехами, которые нынешние владельцы Кубка Первого Канала. Они его выиграли в прошлом году. Ещё сегодня вечером посмотрим матч Чехии и Финляндии. Тоже очень интересно. Ну и, как я уже сказал, наш матч и вечерний матч тоже в завтрашнем эфире Первого Канала. С победой вас, друзья! С вами были Андрей Голованов, Виктор Куси. Всего хорошего. Берегите себя. Лиза.